всем привет с вами Юля вы находитесь на канале о вышивке крестом сегодня хочу снять видео о всех моих вышитых оформленных и не оформленных работах постараюсь все это снять в одном видео но если не получится сделаю разбивку на два видео и хочу начать с моих последних оформленных работ во первых хочу показать вам мою красавицу на сегодня это самая любимая самая масштабная шикарная работа по оформлению ну и конечно же по трудозатратам это набор фирмы кастом крафт совы в лунном свете вышивала в 2019 году оформила в этом году оформление здесь вот такое большое шикарная эффектная здесь стоит бархатная паспарту также серебряный слип и вот такая широкая очень интересная рама с углублением которая создает тоже такой зрительный эффект расширяет работу и также здесь стоит музейное стекло первый раз я познакомилась с музейным стеклом вот так вот в живую именно на этой работе я конечно видела много раз видео как показывают как выглядит музейное стекло но нужно увидеть один раз своими глазами чтобы понять что это такое стекла не видно краски не скрадываются а вот каждый крестик он настолько подчеркнут что иногда я присматриваюсь и нахожу какие-то неровные крестики и думаю как же так у меня здесь есть неровные крестики под обычным стеклом конечно же этого всего не видно а здесь музейным стеклом все очень хорошо видно все четко и конечно же музейное стекло хорошо защищают нашу вышивку от выгорания от света солнечного это тоже очень важно и вот действительно я могу рекомендовать всем музейное стекло если уж оформляться действительно нужно чуть чуть больше потратиться но вы будете получать огромное удовольствие от любования на вашу картину на вашу вышивку на вашу вышивку точнее вот нужно можно сказать картина да все-таки по-другому смотрится наша вышивка оформленная и эту работу эту картину мы сможем очень-очень любим и потому что она вот такая вот эффектная и муж когда я увидел в оформлении он тоже удивился что вот так может преобразиться вышивка он и видел не оформленная ну совы до совы а вот в оформлении это уже совсем по-другому и конечно же хочется оформлять все свои работы с музейным стеклом если будет такая возможность если я найду здесь у нас то я конечно же буду теперь пользоваться обязательно музейным стеклом все хорошо видно без стекла я не оформляю потому что у нас очень пыльно вот прям действительно не знаю с чем это связано может быть потому что у нас балконы со всех сторон мы открываем окна у нас очень пыльно со стеклом конечно же вышивка защищена вот такая моя любимица получилась работа широкая весь наверное сантиметров 60 на 60 я так вот уже точно не помню сейчас не померила ну по моему 60 на 60 сантиметров вот такая вот красотка дальше хочу показать вам шкатулку так как она у меня здесь сейчас используется как декор поэтому сразу вам покажу это вышивка по набору фирмы панна вышивка бисером вот такая ящерка вышивалась она на желтой основе желтая и да мне очень понравилось использовать цветную яркую основу долго лежала у меня в моем рулончике ли когда оформляла мои работы думаю ну оформлю эту малышку пусть она будет шкатулки а то я не знала что с ней сделать куда ее пристроить но и оформилась она вот так вот шикарно вот так очень интересно шкатулка здесь у нас под золото все как и полагается внутри бархат такого шоколадного цвета конечно получилось очень здорово мне понравилось шкатулка большая и сейчас украшает мой дом эту вышивку я также оформляла в этом году вместе с моими совами дизайн я вышивала в 2019 году это оригинальный набор фирмы Dimensions простая серия покупала наборчик по скидкам просто так его потому что была хорошая скидка и он лежал в моих запасах очень долго но в 2019 году я как-то вспомнила об этом наборчике и подумала дай вышью должен быть дизайн простой вышиваться легко в принципе так и было я вышила эту работу на одном дыхание несмотря на то что здесь у нас аида темно-синего цвета она вышивалась очень очень легко здесь есть бэкстич но его совсем мало и когда я вышила эту работу я не строила каких-то особых планов именно по оформлению что куда-то я хочу повесить работа ушла в рулончик и когда я отправляла работы на оформление отправляла я их татьяне лазовской я решила отправить и этого ангелочка дизайн на кстати называется ангел хранитель правила и этого ангелочка с малышом на оформление и отдала татьяне на ее вкус оформиться и татьяна предложила вот такое шикарное оформление я влюбилась в эту работу именно после оформления рамка очень подходит она голубого цвета но с протиром красивый узорный такой золотой бордюр двойную паспарту темно-синее и вот нежно-голубое хорошо подчеркивают все цвета вышивки ну и самое главное конечно же музейное стекло которое сделало эту работу более выразительное более четкой виден каждый крестик и немножко наверное сделала матовым паспарту сам цвет и вот получилась такая у нас красивая картина я очень довольна оформлением теперь это одна из моих любимых работ вот так как может оформление изменить восприятие к вышивке была простая вышивка и стала вот очень очень любимой потому что вот такое прекрасное оформление висит эта работа рядом словами они хорошо вместе сочетаются очень люблю теперь эту картину еще один ангелочек который оформлялся у татьяны это дизайн фирмы bucilla вышивала также в 2019 году и это одна из любимейших также работа 2019 года дизайн с историей увидела у кого-то отшив в контакте узнала что это bucilla стала искать набор но как вы понимаете набор давно снять производства и его же было не найти на тот момент схему я нашла с фотографией ниточек но вы знаете у bucilla у стареньких наборчиков там свой покрас ниток а здесь много цветов было бежевых вот где используются в коже и было очень сложно подобрать и знаете я так расстроилась что я не могу вышить этот дизайн искала искала и вот в тот момент я познакомилась магазином клубок желанию спросила у девочек а могут ли они собрать для меня этот набор девочки его собрали когда я получила я была так очень быстренько взялась вышивать началась нижнего правого уголка но потом как-то я притормозила отложила у меня стали закрадываться сомнения может свет не тот может что-то как-то не так и вот я не как-то не могла побороть в себе всякие сомнения но в какой-то момент решилась думаю ну буду вышивать и пошла работа в принципе достаточно хорошо единственная сложность здесь бэкстич особенно вот в одеяниях у ангелочка там такой сложный бэкстич очень сложный бэкстич я уж его там шила старалась вышивала но было очень сложно когда добралась до главных героев к овечке к малышу уже процесс пошел пошустрее потому что уже все видны главные герои там нет такого уж сложного мудреного бэкстича также девочки убрали все три четвертые креста они мне здесь не нужны поэтому процесс шел полегче но и фон который состоит из вот этих досок вышивался тоже очень быстро там идет у нас крест и полукрест в одну ниточку все очень так быстро и легко все хорошо вышилась и получилась вот такая красота очень люблю эту вышивку знаете такие они милые эти этот ангелочек с ягненочком такие не хорошенькие так хочется их обнять и сесть рядышком немножко погрустить оформилась работа в такую раму с встроенным паспорту очень люблю эти рамы всегда смотрю мне нравится как оформляют девочки к сожалению у нас таких рам нет я бы очень много работа оформила в эти рамы ну что поделать нет так нет когда-нибудь и у нас наверное появятся такие рамки и буду оформлять вот такая красивая работа у меня есть мы идем дальше так и следующая картина очень сложно подобрать ракурс чтобы показать работы с темным паспарту очень сильно обликуют и отражают и особенно когда нет музейного стекла это у нас дизайн фирмы dimensions называется berge point либо березовая точка березовая роща переводит не знаю как правильно перевести ну как-то так переводят berge point называется старенький дизайн уже давно снят с производства увидела этот дизайн на канале у светланы горелкиной света тебе большой привет увидела влюбилась загорелась знаете вот хочу не могу надо прям вот сейчас ну и понимаю что набор купить я такой не смогу ждать долго я тоже не могу поэтому я что делаю нахожу схему и вышиваю подбором были конечно сложности с поиском схемы чтобы качество как скачать девочки помогали и света помогала и потом у меня начался такой творческий процесс по подбору ниточек часть ниточек dimensions у меня была часть у меня дмс начала вышивать на аиде цвета айвори потом поняла что здесь же нужно потемнее аиду и я ее красила в уже в процессе вышивки красила чаем чтобы она стала потемнее вот и дальше уже процесс пошел принципе вышивалась легко работа здесь нет каких-то сложностей единственное были сложности с подбором каких-то цветов сомнения знаете вот думаешь правильно неправильно все присматриваешься ну по итогу получилось все очень классно вот там очень душевная сам дизайн мне нравится что здесь такая знаете осень еще теплая но уже чувствуется дыхание зимы его на не птицы уже полетели на юг деревья сбрасывают листву и чувствуется такая прохлада вот цвет воды такой уже зимний не играет в этой воде солнышко в общем чувствуется приближение зимы и мне нравится также деревья которые находятся сзади домика и могучие елки какие-то деревья уже пожелтели лошадка вышивалась так интересно особенно вот эти французские узелки которые украшают лошадку я помню их с таким удовольствием вышивала и радовалась этой лошадки повозка собачка ну и здесь много элементов в работе нет сложного бэксича он есть конечно как же дименшит без бэксича но нет такого сложного который бы ну вот очень сильно утомлял здесь очень логично и замечательно оформление мне здесь нравится что получилось ну и из того что у нас есть вот такая рама коричневая с золотом речневая паспарту верхняя нижняя золотое но единственная мой багетчик здесь накосячил он мне сделал кривую натяжку нужно конечно собраться силами открыть и все это исправить но вот правда я так не люблю это делать открывать что-то исправлять опять запечатывать вышивки поэтому вот она у меня так и висит но я понимаю что когда-нибудь все-таки это нужно сделать и исправить эту вышивку я ее люблю мне ее даже просили продать но нет ни за что второй раз потом вышивать уже не интересно мои вышивки это мое хобби моя радость я вышила и оформила ей любуюсь мне все нравится повисит не знаю сколько лет пока не придут другие работы на ее место но в любом случае она сейчас у нас висит и очень-очень мне нравится вот такая вот интересная работа стараюсь снимать сначала работы которые поближе и сразу вам их показать вот сняла над столом висит у меня вот такой петух от кастом крафт это у меня это у меня был оригинальный набор вышивала в 2017 году был год петуха я погода тоже петух поэтому мне нужно было его вышить очень-очень как говорят что кастом крафт очень сложные дизайны схемы много одиночек и когда я приобрела этого петуха я тоже немножко этого боялась и думала справлюсь не справлюсь но оказалось что этот петух один из самых-самых-самых легких здесь практически нет одиночек но если встречается вкрапление по два по три крестика где-то то это не не сложно и не проблематично в основном здесь все вышивается такими большими пятнами цветовыми поэтому работа вышивалась быстро легко с настроением здесь еще 14 каунты ниточки дмс такие хорошие ой вспоминаю с огромным удовольствием как я его вышивала и такие яркие здесь цвета каждый участок это просто цветотерапия да немножко было сложно потому что вышиваешь вышиваешь и все какие-то пятна нет картинки но приятно было работать с материалами и схема легкая поэтому никаких проблем не было оформила я оформила вот так вот в деревянную раму с углублением дальше у нас двойной паспарту бежевая и коричневая внизу оформила так потому что у меня есть рядышком и другие картины оформлены примерно в таком же стиле и я решила не менять чтобы вместе они как-то сочетались можно было оформить и в белую раму и другие были варианты этот дизайн позволяет здесь конечно играться и выбирать различное оформление под ваш интерьер и дизайн муж не оценил моего петуха потому что говорит ну что ну петух ну ну зачем вышивать петуха такая птица вроде бы не особо привлекательная мне вот нравятся петухи и курочки знаете эти дизайн они такие домашние уютные часто сэмплеры делают с курочками и у меня есть несколько вышивок небольших тоже на эту тему и еще хотелось бы что-нибудь вышить мне нравится вот а этот петух он конечно же очень такой колоритный интересный и я довольна своей работой оформила его теперь висит и я им любуюсь работа получилась большая в оформлении примерно 55 на 55 сантиметров я так думаю то что вышивка сама большая здесь и паспарту широкая рама ну вот такой шикарный получился петух красавец а вот знакомьтесь макс рыболов вышивала по оригинальному набору фирмы dimensions в нашем совместном проекте мои любимые коты это дизайн очень интересный очень насыщенный я здесь первый раз познакомилась с таким обилием элементов вышивка для меня была в новинку и мне было немножечко даже страшно вышивать эту работу мне казалось что я не справлюсь что это что-то такое сложное неподъемное но в то же время когда я вышивала я радовалась каждому отшитым элементу участку любовалась и восхищалась что как вот можно в крестиках передать столько деталей конечно эту вышивку можно рассматривать очень очень долго бесконечно сколько здесь поплавков баночки крючочки посмотрите как красиво сделана лампа и вот освещение которое падает на стол все вот очень правильно передано это освещение от лампы рыба вот которая висит написано мой первый лог шляпа фотография хозяина ну и конечно же сам кот который вот с этой рыбкой так сладко у спит на газетах на всех этих вещах как и любят это делать они залазят в такие места и им ничего за это не бывает еще глядя на эту вышивку можно вспомнить детство я думаю что все мы любили залезть к маме к папе какие-нибудь шкафчики коробочки и что-нибудь там порассматривать какие-нибудь секреты наших родителей вот здесь много секретиков наверху мы видим сколько разных приманочек рыбки коробочки все все здесь очень много всего интересного ну и за окном наверное озеро вот такой вот дачный домик где вот хозяин этого кота рыбачит ну а кот в мечтах во снах дожидается хозяина с большим уловом а вот она и мэгги это моя первая вышивка была дименшинс по оригинальному набору вот именно gold коллекции такой большой серьезный набор но и вышивка здесь очень серьезная потому что здесь не только много деталей здесь очень много разных отделочных стежков таких как кординг выкладная нить посмотрите какой беспорядок здесь устроила мэгги сколько ниточек разбросана это все нужно было конечно крутить и выкладывать скатерть и вот эти мышки танцующие там тоже нужно было выкладывать ниточку ножнички которые висят все все это выполнено кордингом машинка зингер там тоже много много было работы как все хорошо проработанная ну и сам дизайн он очень атмосферный очень уютный здесь все наше любимое игольницы булавочки пины коробочки и тачки вот вышивка висит в правом верхнем углу сэмплер пяльца бобинки ну наши любимые питомцы вот мэгги на столе устроилась а собака в нижнем левом углу обратите внимание под столом вот наверное вместе эти друзья и устроили такой беспорядок у хозяйки рукодельницы пока она отсутствовала они здесь немножечко повеселились в общем комната рукодельницы самый настоящий потому что здесь и вышивка здесь и наш йод и ну здесь все все и наверное петчерк все есть вот такая красота вышивала конечно же с огромным интересом удовольствием и воспоминания о этой вышке вышивки самые самые теплые приятные оформление вот такое скажем так лаконичная здесь обычная рамка деревянная с такими знаете как будто жучок и и поел с такими точечками паспарту бежевая верхняя нижняя темно-коричневая ну вот они меня три работы в таком силе оформлены и вместе висят над моим рукодельным столом очень очень люблю мэгги и макса а это уже вышивка по набору фирмы riolis премиум класса вышивала тоже очень давно помню это был один из первых тоже дорогих наборов которые я купила у меня тогда не было запасов помню так долго ждала это было что-то такое волнительное я не знала как делать эти заказы в интернете и немножко боялась ну вот помню сделала заказ и ко мне пришел набор и я очень скоро к нему приступила ничего не меняла вышивала всеми материалами которые были вложены в набор здесь аида вышивка потрясающая дизайн великолепный и разработка прекрасная как композиция пара птиц сидит в центре работы на дереве дерево здесь все в цветах наверное весна я не знаю что за дерево но очень красивые цветочки фон нежный также здесь используется бисер в вышивке и павлинах и в цветах мне понравилось как все продумано как дополняет бисер вышивку очень красивая работа оформила вот так вот в двойную раму внешняя рама тоненькая синяя а внутренняя бежевая с серебром для того чтобы был отступ для бисера получилось вот так нежно и гармонично шикарная работа всем рекомендую крутила крутила мою камеру ну вот так вот я нашла ракурс чтобы не публиковала и не отображала это вышивка по набору фирмы анкор мая не помню когда вышивала честно вам скажу но помню историю этой вышивки увидела в каком-то интернет-магазине этот набор и сразу влюбилась вот надо и оказалось так что этот набор был единственным каком-то украинском интернет-магазине они не отправляли в европу и тогда у меня случилась немножко паника но youtube в помощь и подружки из украины отозвались точнее галина отозвалась и помогла мне приобрести этот набор она для меня получил этот набор мне его переправила все эти хлопоты взяла на себя ну и я с огромным удовольствием как только получила давай же скорее вышивать и честно вам скажу вышивала очень быстро этот дизайн на просто на одном дыхании по моему недели за две я его вышила вышивается по крестиком легко но здесь очень сложный бэкстич анкор мая очень любят заморочиться любят сделать такой бэкстич чтобы вот дименшинс отдыхает и добравшись до бэкстича я конечно его полностью по схеме вышить не смогла ну я не захотела можно было бы вот задаться целью но я понимаю что это никто не увидит есть такие стежки что внутри крестика нужно делать кружочек еще к там треугольничек внутри крестика я конечно упрощала и это совершенно не отобразилась никак на работе потому что основные линии которые были нужны они все видны вот впереди и в одеяле у девушки великолепная работа когда я ее вышла я прямо бегом побежала в багетную мастерскую и вот так вот мы оформили эту работу здесь рама белая деревянная с такая резная двойной паспарту верхняя коричневая нижняя белая мне очень нравится оформление музейного стекла здесь нет наверное буду говорить в каждой работе потому что тогда конечно но у нас и сейчас его нет вот что есть то и ставим но работа потрясающая мне очень нравится эта тема индейцев у меня есть также от анкор майя девушка в красном очень красивая у меня схемка есть ну и много разных дизайнов вообще на эту тему нужно будет потихонечку вышивать и возможно оформится у меня когда-нибудь такая стена какой-то уголочек с темой вот с индейцами девушки и мужчины индейцы мне очень очень нравится вот такая вышивка прекрасная легкая воздушная эта вышивка нравится многим часто обращаются за схемой этой красавицы но я думаю в интернете она уже гуляет и ее несложно найти прекрасная работа и мы идем дальше так это у меня метрика вышивала дизайн майкла пауэлла когда-то на youtube был популярный этот дизайнер у него интересные разработки разные домики такие кривульки сады кривульки и у меня есть несколько схем но вышла я только вот эту метрику все мне очень понравилось интересная работа много бэкстича различные элементы прекрасная там надпись на английском языке но я уже не помню как точно переводится ну очень что-то такое волшебное сердечки разбросанные по основе очень тоже все мило смотрится единственный минус моя промашка здесь то что я взяла здесь 16 каунт либо 18 к что-то очень мелко сюда нужно брать 14 или лучше даже ленту 27 каунта чтобы все вот эти детали которые вышиваются бэксичем чтобы они были видны а у меня получился немножко такой сжатый дизайн ну вышелся и вышелся и тоже есть такая работа оформила вот в такую рамочку с протиром и в этой рамочке и присутствует очень много разных оттенков поэтому она сюда прекрасно подошла вот такая милая работка есть в моей коллекции и вот такая вышивка это набор фирмы риолис олень вышивался на аиде десятого каунта шерстяными ниточками такой крупный крестик здесь и полукрестик я очень люблю этого оленя помню вышивалась таким интересом и как только я закончила эту вышивку у меня была мечта увидеть оленей в их естественной среде обитания они у нас здесь водятся но вот сколько раз мы не ездили гулять мы их никогда не видели и вот как только я завершила эту вышивку представьте в этот же самый день мы их и встретили причем очень очень много оленей целое стадо это конечно было такой знаменательный день и эта вышивка отпечаталась в моей памяти таким событием вот оформила я ее в двойную раму здесь у нас светлая такая бежевая рамка внутри и снаружи коричневая очень удачное оформление несмотря на то что это десятый каунт обожаю эту работу посмотрите как классно смотрится все хорошо проработано вышивается легко прекрасная работа и она висит у меня в паре с другими животными есть у меня такой уголочек где я хочу собрать вышивки с животными я люблю очень животных я бы всех их на вышивала ну будем стараться каждый год по чуть-чуть что-то вышивать и покажу вам еще две работки с животными это тоже реолис тоже шерсть это охотничья собака называется корцхар небольшая работа точно не скажу вам ее размеры ну вот видите она не такая большая вышивала давно и у меня есть вся серия этих вышивок с собачками там их четыре работы не подарила ольга моя подписчица большое спасибо и когда-нибудь я их тоже вышью и вместе они будут смотреться очень гармонично что могу сказать по самой работе вышивалась легко интересно я тогда ознакомилась с шерстью мне очень понравилось я помню эта собака тогда на ютюбе была очень популярной и многие вышивали оформила я ее вот в такой паспарту с золотым слипом и рамочка здесь все зеленая с протером мне кажется очень хорошо подходит вот такая вот собачка а это лошадка вышивалась у меня по набору фирмы алиса вышивалась на одном дыхании она в свое время была очень популярная на youtube потому что она классная очень такая красивая и вышивается очень легко поэтому я думаю ее часто брали в отшив ну и я точно также увидев ее они не устояла от ее красивых глаз и тоже взялась ее вышивать она великолепная у нее такие глазки у нее такие ушки такая гривая хочется ее обнять и с ней прогуляться ну прекрасная лошадка что тут сказать все вышивалась оформилась и висит в компании со всеми моими животными ну там пока немного вышивок всего три ну еще конечно же буду вышивать могу рекомендовать всем кто хочет попробовать вышивку вышить эту лошадку вам понравится а это вышивка вышивалась у меня в совместном проекте домики по моему это был 2014 год или 13 ну очень давно когда только пришла на youtube и тогда у нас организовался совместный проект домики я помню думаю какой же мне домик вышить а тогда я вышивала по схемам из интернета у меня не было наборов не было запасов я находила схемку покупала ниточки и вот вперед вышивать нашла схемку от фирмы анкор называется дизайн и виллач о вэлфорд схема была в нитках анкор но я не знала где мы где мне купить нитки анкоры поэтому купила нитки дмс сама переводила цвета в программе петермейкер учила программу делала перевод цветов подбирала восстанавливала какие-то значки вот и вышивала здесь парковка учила здесь и вышивать парковка в общем на этой работе я многому научилась и программе и парковки и так старалась выкладывала здесь каждый крестик чтобы все правильно чтобы все прям так красиво работа в принципе не сложная но есть конечно же здесь и свои моменты так как это анкор анкор как мы уже с вами говорили славится у сложным бэкстича и бэкстич здесь скопление его и сложный в машине там он такой дробный там его так много это было конечно что-то я так старалась вышивала этот бэкстич но это было очень сложно для меня ну в любом случае я справилась вот вы видите оформленную работу была собой горда оформила ее и вы знаете она у меня постоянно висит это одна из любимейших моих вышивок несмотря на то что старенькая работа здесь такой красивый домик природа красивая машинка собачки ну здесь все все очень симпатично и в этом году я нашла продолжение этой истории несколько дизайнов которые также сочетаются с этой вышивкой тоже наверно старая какая-то англия и ну уже в этом году я не успеваю но в следующем году я надеюсь я продолжу эту историю и вышлю все все дизайны и оформлю их все вместе и будет у меня такая история о старой англии и об этой молодой паре как они отдыхают дача там лодки в общем вы все увидите ну а пока у меня вышила только одна и мы перейдем к другим работам есть у меня и вот такая работка тоже из стареньких когда только я познакомилась с вышивкой 2012 году я купила первую вышивку здесь у нас греции на страмини это было сара мун я ее вышила и подарила маме а вот та вторая вышивка также на страмини но на мелком страмини как гобеленовая сетка и сверху напечатан рисунок по ключу купила все нитки и принялась вышивать ну для начала это было конечно самая сложная работа во первых на страмини что-то напечатанное нужно было различить какой-то цвет какой-то значок я так мучилась высматривала что-то как-то вышивала не знаю как я справилась и вот сейчас бы я бы конечно забросила все это дело и не стала бы ее вышивать но на тот момент я собралась силами и все-таки ее завершила эту работу получилось красиво да есть здесь такие переходы цветов немножко грубоватый ну вот как было по ключу я все так вышивала оформила в рамку купленную в магазине а паспорту я попросила выбор вырезать в багетной мастерской поэтому паспорту здесь такое нестандартное видите верху внизу шире по бокам по уже ну чтобы просто работа подошла в эту рамочку я не хотела какое-то сложное оформление хотела подешевле проще чтобы она просто знаете у меня не валялась все-таки столько сил было потрачено работа получилась симпатичная пусть будет это тоже история это моя первая вышивка поэтому она у меня тоже висит я думаю что я ее сохраню и работа симпатичная работа в принципе мне нравится несмотря на все конечно грехи это моя память еще одна работа тоже из первых это дизайн фирмы dimensians поцелуй снеговику также вышивала в самом первом совместном проекте на нашем youtube когда мы все вышивали вот именно этот дизайн но тогда было блогеров мало поэтому мы все вышивали один дизайн вышивала подбором очками дмс сам дизайн прекрасный работа получилась тоже очень очень удачный на мой взгляд по моему подбору здесь такая девчонка классная снеговик счастливый в шапке в шарфе фоны здесь тоже очень интересный видно там такие елки пушистые снег идет ну в общем зима зима оформление мне здесь вообще не нравится ну это была такая печальная история с этим оформлением я уже рассказывала поэтому не буду повторяться когда-нибудь я с этой работой что-нибудь сделаю еще не придумала что может быть в подушку оформлю может быть переоформлю вышивку в картину ну посмотрим она есть в моей коллекции и мы идем дальше это тоже работа из первых я помню искала чтобы мне вышить и конечно же искала схему в интернете увидела эти греческие базы посмотрела что схемка не сложная скачала там был перевод в ниточки дмс у меня была аито я купила ниточки дмс и сидела вышивала вышивала на руках потом я уже купила себе пяльца в начале я начинала вышивать на руках здесь конечно у меня крестики не очень но это память это память у моей первой вышивки помню я вышивала только ее одной вышивала на руках и знаете такие были впечатления эмоции что мне хотелось поскорее поскорее и завершить чтобы что-то еще вышить вот так я раньше вышивала сейчас конечно у меня столько процессов а тогда я даже об этом себе и подумать и представить не могла иметь такую кучу процессов вышивала только одну эту работу ну вот оформила ее такую простую рамочку из магазина конечно нужно вышить парную и оформить их вместе в хорошую красивую раму дизайн прекрасный мне он нравится просто нужно хорошее оформление тогда она заиграет совсем другими красками вот но вторую работу я начала ну так и и никак не могу вышить уже 10 лет прошло а вышивки нет ну что ж когда-нибудь соберу силами придет ко мне это вдохновение я вышью парной парный дизайн алиса фея розового сада вышивала по оригинальному набору помню как прекрасно вышивался этот дизайн очень легко с настроением ждала появление каждого листочка лепесточка вышивала на аиде но вот сейчас моим опытом я бы конечно заменила на лен на что-то более легкая но вот тогда вышивала на аиде принципе и на иди смотрится хорошо но на льне было бы еще нижней работа прекрасно здесь так хорошо подобраны цвета и схема прекрасная вышивается легко вообще лиса молодец особенно для тех кто только начинает вышивать вот рекомендую алису и дизайны красивые вышивается легко все с настроением вы не испортите себе вот этих первых впечатлений о вышивке если возьмете что-то сложное и не сможете завершить и все отложите и настроение пропадет вышивать а вот алиса для начинающих просто прелесть оформилась работа вот так в рамку деревянную эту рамку я использовала также и на моей прекрасной девушке индейской и еще в некоторых работах но у нас выбор небольшой багет на мастерской поэтому приходится конечно как-то что-то как-то придумывать и здесь мы выбрали вот эту белую рамку сочетании с внутренней красная рамка чтобы она подчеркивала вот цветочки но и саму девочку эту феечку прекрасным гармоничное оформление и работу эту я очень-очень люблю и моя прекрасная феечка висит в компании вот с этим букетом у них одинаковое оформление практически ну внешняя рама одинаковая белая вот с таким вот рисунком а внутренние рамочки они разные чтобы подчеркнуть сам сюжет здесь вот такая синяя это букет маржелин на бастин дизайнер маржелин бастин дизайн выпускался фирмой ланарте но я покупала набор фирмы ласка сто лет назад не помню где и как меня угораздило и когда я стала приступила к вышивке я поняла что на той аиде вышивать и не могу и теми нитками тоже поэтому от набора осталось только схема которую тоже нужно было менять но уже я тогда начала с этой схемой поэтому я ее оставила вышивала на линии 27 каута ниточками дмс по ключу вышивала 2018 году помню это потому что вышивала на курсах я тогда мало вышивала и эту вышивку брала с собой перерывах чтобы вышить хоть пять-десять крестиков помню собирались люди рассматривали спрашивали меня еще ругали что вот перерыв ты чего сидишь с вышивкой идею отдохни но я все равно из собой носила особо там не вышивала но носила знаете чтобы была отдушина вот открыть два крестика выше все уже полегчало красивый легкий букет садовых цветов здесь мы видим и розы и лютики и анютаны глазки гортензия вокруг этого пышного букета собрались бабочки и пчелки вот там мы видим ягодки земляника красивая ваза вот такой вот фарфор никжель наверное китайский фарфор ну и гнездо у меня с яичками вот такая здесь композиция прекрасная очень легко и интересно вышивался этот букет оформлен и теперь он висит вместе с моей феечкой там у меня такая композиция цветочки феечки и бабочки идем дальше нашла еще одну работу из моих ранних вот такие вот цветные лягушки работа на самом деле очень большая здесь примерно 40 на 50 сантиметров но в оформлении когда только начинала вышивать и нашла эту схему мне понравилось то что здесь используются очень яркие цвета мне хотелось поиграться с этими ниточками помню около 50 50 оттенков здесь было и такие яркие убойные цвета синие желтые красные такие зеленые очень яркая здесь была палитра вышивка непростая потому что прогон особенно вот этих брюшках там столько было намешано цветов серых разных вышивалась не просто одиночки были в общем я долго с ней мучилась так сказать потому что непростая схема но тем не менее потихоньку потихоньку я вышила этих лягушек знаете оформила простая рамочка из магазина просто вот так оформила и очень долго любовалась на эту такую колоритную композицию из очень красивых и ярких лягушек но сейчас она у меня пока стоит в сторонке может быть когда-нибудь найдет тоже свой уголочек сейчас смотрю рассматриваю этих ярких лягушек и думаю как я смогла вышить такую большую вышивку и непростую лягушки сами по себе большие яркие вышивала на виде 14 аккаунта вот такая у меня есть работа а а это вышивка по набору фирмы lanarte данный набор мне предоставила фирма гела на тестирование и большое спасибо этой фирме за то что они решились и выслали мне наборчик вот сюда в афины потому что обычно спонсоры магазины ну не хотят присылать высылать далеко так сказать на европу а вот магазина фирма точнее гела экспортер они вот выслали мне этот наборчик и благодаря этому набору этой фирме я познакомилась вот именно с альном на 1 вышивка на льне было очень интересно вышивать на льне вышивка здесь идет в крестик в одну ниточку и две ниточки здесь практически нет бэкстича там где-то совсем чуть-чуть в клёбике в каких-то таких вот маленькие есть штрихи но в основном все крест вышивалась очень легко интересно я помню когда вышивала этих птенцов которые вот внизу выглядывают из скворечников я им всем имена дала они такие разные характеры у них разные и цветы вышивались очень очень легко ну прекрасная композиция молодцы ланарты по моему это тоже разработка маржелин бастин и вот эта голубая птичка это лазаревка вот такая здесь у нас композиция очень очень красивая а это набор фирмы rto розы в вазе очень красивый букет вышивка участками легкая участками не такая уж и легкая здесь я познакомилась с три четвертыми креста их было много также есть бэкстич но в целом вышивка достаточно легкая и интересная здесь не полная зашивка если бы я вышивала сейчас этот букет я бы вышила на равномерке но тогда вот вышивала на аиде оформила сама в рамочку из икеи такая беленькая рамочка ну в принципе сюда она подошла смотрится достаточно гармонично есть еще у rto дизайн я думаю что он пару отлично подойдет это дизайн называется ранункулес и там тоже такая ваза интересная и цветы похожи расположены ну и у них размер примерно похожи я думаю что они как парные идут раньше он был снят с производства сейчас снова появился у меня этого набора нет но есть схема когда-нибудь есть шанс что я вышью и ранункулес и тогда переоформлю вместе чтобы они оформились одинаково и где-то уже найдут свое местечко вот но эта работа тоже висит с моими цветами и феечками они все вместе там хорошо подружились вот такая прекрасная работа у меня есть и как вы видите у меня частенько бывают вышивки которые я вышивала чтобы попробовать дизайнера познакомиться с ним вышью одну а вот парную как-то не случается у меня вышить отвлекаюсь хочу что-то другое и вот так вот повышевала по одной и авто парной работы никак не могу вышить и завершить коллекцию надо конечно если вы вышиваете вышивать сразу всю коллекцию все вместе оформлять так намного интереснее мои любимые птички это набор фирмы dimensions вышивка на мюслине по напечатанному кресту вышивалась в три ниточки когда покупал этот набор и я не знала что я покупаю я увидела прекрасный дизайн думала что это счетный крест но оказалось это вышивка на мюслине сначала немножко расстроилась а потом когда стала вышивать поняла что как красиво получается и как эффектно потому что основа плотная здесь нет каких-то переплетений и вышивка смотрится очень объемно как будто это рисунок я люблю птиц здесь очень много разнообразных птичек такая кормушка много угощений и вышивка также примечательно тем что используется здесь и гладь и стем стич и на кординг и нет выкладной нитки не было но бэкстич понятное дело вот красивые здесь такие сеточки плетены получаются с угощением для птиц ну и оформила я всю эту красоту в двойную раму внутренняя мятного цвета внешнего белого цвета получилось очень красиво обожаю эту картину немножко она наверное детская но я люблю этих птичек поэтому с огромным удовольствием размещаю себя дома и любуюсь на эту красоту золотое руно первая любовь размер работы 33 на 33 сантиметра но с оформлением здесь около 40 наверное сантиметров где-то так что могу сказать об этой вышивке вышивалась с огромным интересом любовью мне здесь нравится то что это зима зимний дизайн но зима здесь теплая и очень яркая посмотрите сколько элементов какой счастливый снеговик какая у него шапка сколько птиц вокруг летают собирают зернышки у них там есть скворечник фоном идет лес из таких могучих деревьев как будто это сказка ну и детишки здесь такие нарядные наверно мама у них точно рукодельницы они сейчас дома и продолжают вязать им различные красивые одежды такие шапки свитер ну все очень очень ярко и красиво дизайн тоже немножко детский но он очень позитивный прекрасная картина получилась оформилась вот так вот не хитро белая паспарту с золотым слипом и вот такая вот золотая рамочка с вкраплениями там сиреневый цвет есть и наверное да сиреневый цвет вкрапления ну вот мне кажется гармонично получилось оформляла давно вышивала давно это 2015 год вот так то раньше я так оформляла наших багетных мастерских думала что собрала уже все работы но зашла на кухню подняла глаза и увидела что там у меня еще четыре вышивки висят поэтому продолжаем и хочу представить вам вот такую оформленную работу это вышивка по набору чаревной мыть чаревном эти здесь у нас смешанная техника крест и бисер мне было очень интересно попробовать такую технику купила наборчик и в какой-то момент конечно же приступила к вышивке вышивалась все очень легко и интересно единственное сложное здесь такие ниточки были тоненькие по моему либо бестекс либо гамма либо это пнк я уже не помню но я ничего не меня вышивала теми материалами которые были положены в комплект бисер хорошего качества по моему чехи прециоза все бисериночки ложились очень ровненько аккуратненько не знаю видно на камеру или нет бисером вышит лимончик чашечка и вот клубнички все остальное вышито крестиком в две ниточки либо там есть участки в одну ниточку полукрестиком что-то вышивалась мне очень нравится эта композиция такой чайничек симпатичный герань я очень люблю герань этот неприхотливый очень благодарный цветок вот такая получилась у меня здесь композиция оформила я в белую рамку с внутренней синей и здесь сделано углубление чтобы помещался бисер эта работа у меня идет в пару покажу сейчас вам вторую работу немножечко бликует ну вот так постараюсь вам показать это тоже наборчик фирмы чареная мыть но это ленты это мой первый набор в этой технике я здесь познакомилась с вышивкой лентами и знаете влюбилась и очень удачный был набор вот это мне тоже помогло что здесь хорошая разработка дизайна качественные материалы здесь у нас основа с напечатанным рисунком ваза не база корзинка и в корзинке разные цветы цветы вышивались в совершенно различных техниках вышивки лентами там и французские узелки и вот такие лепесточки и крутила я какие-то тоже там такие красивые вот гортензию выполняла лепесточек а внутри бисеринка пришивалась очень очень интересный дизайн я действительно его могу рекомендовать всем кто хочет попробовать ленты получается очень эффектно объемно люблю люблю эту работу и вот она оформилась тоже похоже только здесь внутри есть еще белая рамка чтобы был больше отступу для лент и эти работы у меня парные мне очень нравится то что получилось действительно очень эффектно красиво и вместе смотрится прекрасно а вот так выглядят эти работы вместе когда они висят на стеночке висят они у меня на кухне я их очень люблю эти две работы они такие легкие свежие и очень очень настроенческие вот еще одна работка которая висит на кухне и здесь у меня вышит калаш из дизайна фирмы леди по моему так называлась фирма которая выпускала эти домики я не знаю есть еще эта фирма или нет но когда-то были тоже не очень популярны эти домики и по моему у нас даже испы был на youtube я не устояла тоже захотела вышить себе несколько но я выбрала так чтобы это было четыре сезона и собрала те которые мне нравились больше всего на самом деле очень много различных вариантов этих хаток и на каждый сезон много вариантов но у меня вот так получилось кажется что работки здесь такие небольшие но на самом деле они очень-очень трудоемкие на один такой дизайн у меня уходила целая неделя здесь много бэкстича часто меняется ниточка много каких-то элементов но и сами вышивки очень интересно их тоже конечно можно рассматривать какие они красивые все очень колоритно передано прекрасные разработки на самом деле мне здесь нравится все четыре сезона я даже не могу для себя выделить какой-то больше всего ну вот мне очень нравилось вышивать яблочки с медом вот там где у нас лето аисты сидят на крыше ну каждый каждый сезон на прекрасен по-своему красиво получилась композиция и интересное оформление здесь тоненькая рамочка крепится на большую белую раму получается такой выступ сделала я это для того чтобы поддержать вторую работу которая идет у меня паре вот к этому дизайну эти работы у меня оформлены в такие белые рамки они по размеру практически одинаковые поэтому я старалась выдержать один и единый стиль чтобы они вместе хорошо смотрелись я думаю меня получилось покажу вам на заключительную работу из этой компании ну и вам судить получилось у меня или нет оберег домашнего очага я думаю его не нужно долго представлять все знают этот набор этот дизайн многие его вышивали это прекрасная разработка фирмы пана вышивается здесь ниточками меланж ну и каждый сам для себя выстраивает свою цветовую палитру скажем так потому что этими ниточками можно играться можно выбирать и светлые темные участки я здесь старалась как-то вышивать на контраста закрывала каждый крестик в каких-то местах каких-то я вышивала ну вот по три по четыре крестика потом закрывала потому что ниточка позволяет это сделать много здесь быкстича но он очень-очень легкий поверьте и вышивалась работа у меня в основном в дороге и какие-то уже небольшие участки я вышивала дома чтобы завершить но работа легкая работа эффектная она всем нравится действительно прекрасная разработка молодцы она и я молодец что вышила эту прекрасную вышивку ну и оформилась она вот тоже в такой составной багет внешняя рамка тоненькая она крепится на широкую раму вот эту бежевую получается дизайн выходит вперед создается такой домик для домика ну вот такую такое решение предложил лобогетчик мне понравилось и поэтому мы поддержали этот стиль и в предыдущей работе чтобы они вместе смотрелись и сочетались только здесь рамка бежевая а там белая потому что по цветам по-другому не получалось ну а размер и стиль очень очень похожи они смотрятся вместе гармонично и завершение самая большая оформленная работа которая у меня есть размер этой работы примерно 50 на 70 сантиметров это дизайн фирмы lanarte называется поцелуй у этой работы большая история нашла схему очень-очень давно в интернете печатала загорелась такая вышивка интересная но прочитав в ключе там была указана равномерка evan wave на тот момент я не знала что такое равномерка где ее искать спрашивала в интернет-магазинах спрашивала у кого могла мне все говорили нет 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 только аида что такое evan wave тогда никто не знал вот и отложила я эту затею на какое-то время потом я поняла что мне сюда подойдет линда 27 аккаунта что то есть это evan wave в принципе я приобрела линду и стала вышивать но сделала там какие-то ошибки у меня была неправильно склеена схема в общем пришлось отложить и приступить к этой работе во второй раз когда я приступила к во второй раз я уже не могла оторваться знаете я вышивала просто вот не поднимая головы каждую минутку так она у меня хорошо вышивалась летела вышивка волшебная прекрасный дизайн проработка здесь очень интересно используется крест в две ниточки и в одну ниточку поэтому создается легкость и прозрачность крыла также используется здесь креник очень деликатно и создается легкое такое свечение у этого крылышка в каких-то участках в головном уборе свечение от креника ну волшебно волшебная работа и с данной вышивкой я участвовала в выставке которая проходила здесь в греции здесь у нас во фитнах проходила выставка организованная заводом питалюда это один из очень больших заводов по переработке хлопка по созданию различных нитей также этот завод сотрудничает с заводом а дмс вот и проходила у нас выставка на тему бабочка почему бабочка потому что так называется завод питалюда это бабочка вот и госпожа элифтерия организовала эту выставку выставка была очень интересная кстати вам оставлю ссылку внизу в инфобоксе если вам будет интересно вы можете перейти посмотреть видео об этой выставке вот выставка была очень интересная было представлено очень очень много работ я заняла третье место вот грамота участие также моя работа была выбрана для того чтобы сделать календарь на 2020 год вот она моя красавица очень хорошая фотография красивую красиво все получилось мое имя сначала начала пользоваться календарем но потом оставила решила пусть будет так как есть вот и этот календарь раздавали и продавали в магазинах завода мне очень приятно что мою работу вот так отметили потому что ну не только я была получила приз третьего места были еще девочки но вот мою работу выбрали именно для для календаря а также вот молодец госпожа лифтерия она сделала вот такую книжку целый каталог где представлены все работы участниц все все кто участвовал все все здесь есть и сфотографированы хорошем качестве и работы представлены здесь также есть и мои работы их было две представлена на выставке вот мой поцелуй и букет так как здесь есть бабочки я представила две работы вот очень хорошая такая здесь печать каталог книжка тяжелая ну здесь очень хорошая бумага вот и как приз за третье место мне подарили нам подарили и всем кто занял третье место нас было несколько человек нам сделали вот такие подарки от завода дмс это подарочная коробка в которой у нас находится настоящая золотая ниточка 24 карат это настоящее золото я конечно себе не представляю как это все но вот действительно есть вот такой вот маленький сертификат что это золото 24 карата такой вот подарочный здесь комплект памятный вставляется сертификат потом ставлю и есть вот такая здесь все книжечка о заводе дмс есть такие схемки представлены старинные вышивки и о основании данного завода есть информация на английском и на французском языках вот как основывался этот завод посмотрите вот первые фотографии рисунки наверное и фотографии вот так вот очень очень интересно мне было очень приятно что меня вот так поощрили и сделали мне тоже вот такой подарок мою работу отметили вот так такая красивая коробочка подарочная очень приятно здорово и классно это все мои оформленные работы я думаю что я сделаю отдельное видео где покажу вам мои не оформленные работы на этом у меня все пишите какая работа вам понравилась больше ваши впечатления мне будет очень приятно и интересно узнать а какая работа понравилась больше всего именно вам на этом у меня все спасибо за просмотр спасибо за ваши лайки и комментарии до новых встреч и всем пока пока